Фиш будет дрывать башню просто. Сходил с девушкой в кафе и сказал мягко, чтобы заплатила за меня. Ты бы видел ее глаза, она сказала, что не привыкла, чтобы она платила за парней. Но все-таки заплатила, но ты бы видел потом ее взгляд. Ну какой был взгляд? Охуешься, да? Вообще, людям, особенно которым за 40, им очень сложно это сказать. Потому что всех людей, которым за 40 лет, в возрасте таком, этих людей учили платить за женщин. Это такая, это дефлорация. Вот мне один из моих учеников, которому был 45 лет, он рассказывал, что Алекс, знаешь, говорит, я сидел в кафе, я выдавливал это, что я хочу, чтобы ты там заплатил за меня, да. Он выдавливал это, потому что все воспитание, трещала башка просто у него вот от этого всего. Он мне рассказывал в красках, как это происходило и как он, вот. Ей 19 лет, были выпучены глаза, для нее как будто это был шок. Вы знаете, и самое важное, что такие девочки, когда за вас платят, да, они потом вас ценят, потому что вы нестандартный человек, вот, который, значит... Но еще важно правильно все это обыграть, потому что если ты просто на принцип там пойдешь, это всегда важно делать в игре. Всегда важно делать в игре для того, чтобы это была игра, а не просто ты мне и тебе, там, и так далее. То есть, очень важный момент это, как ты это делаешь, потому что ты просто делаешь это, заплати за меня, я бедный, нищий, или я за женщин не плачу, там, да. Ну, это будет скупердяйство и так далее. Надо делать это красиво, надо игриво говорить. Малышка, угости меня, пожалуйста, заплати за меня. А в следующий раз, в следующий раз я оплачу. В следующий раз я тебе сделаю шикарный ужин. Ну, и так далее, да. То есть, это важно делать красиво. Мне будет приятно, если ты заплатишь за меня. Мне приятно, когда женщина ухаживает за мной. Очень приятно. Вот. Так. Лесли, давай иммунитет к женскому негативу. Про иммунитет к женскому негативу. Иммунитет к женскому негативу у вас плавненько в теме образуется. Вот вы приходите там на базу, с базы начиная, первая практика, у вас начинает плавно наращиваться иммунитет к женскому негативу. Значит, те, кто базу прошли, вы приходите на телеску. И на телеску у вас усиливается это. Там вообще жесткие прокачки идут. Когда тебе вообще плевать становится на женский негатив. И тут происходит дефлорация в голове у любого мужчины. Любой мужчина чувствует свое перерождение, потому что он очень сильно поповинный зависимости к женщине, привязанный к мнениям и оценкам женщин. А когда ты понимаешь, что тебе вообще плевать, ты реально выходишь из-под контроля чего бы то ни было. Становишься свободным человеком. Именно поэтому вот многие удивлялись, а что это такие люди наглые у меня, а что такие ученики станутся наглые все. Почему они такое могут тебе позволить там это, то. что просто это люди, которые, пройдя серию прокачек, становятся реально свободными людьми. Они станут свободными, и они способны на многие вещи, на которые не способны остальные люди. Знаете, даже среди тех, кто прокачан, среди тех, кто прокачивается по своей работе специально, среди спецслужб, мне рассказывала следачка, что, значит, половина там отдела ихнего для того, чтобы там что-то делать с нашими тренингами, там их закрывать, когда был на нас заказ. Значит, они пошли на тренинги, ну, типа, пришли для того, чтобы собрать информацию и так далее, и обратно вернулись, она говорит, вообще какими-то неуправляемыми, неадекватными. То есть пацаны, которые там работали в спецслужбах или из ментов, да, они пошли на тренинги, пройдя тренинги, они обратно вернулись и говорят, отдел, блядь, преобразился, потому что просто не узнать было людей, короче, они стали какими-то неуправляемыми, да, они стали свободными, они стали гораздо свободнее, они поняли, они на тренингах, хотя они, ну, их по жизни прокачивают тоже, да, там их работа определенную специфику имеют, но тут как бы они настолько прокачались, они поняли, что вообще можно все, просто все. И, говорит, с ними стало как-то по-другому общаться. Ну, а следователь, она девушка молодая, в общем, и поэтому, наверное, она заметила это, потому что они же на ней начали всякие фишки отрабатывать сразу тут же, вот. Так что, в общем-то, таким образом, именно из-за того, что идет прокачка по негативу в теме, потому что, знаете, вот вначале, да, ну, мужчина вообще самая жестокая, вот у меня были ученики, которые, значит, на коучинге, один из моих тренеров рассказывал, этот не я коучинг вел, это был один из моих тренеров, который вел коучинг для человека, который работал наемником в Чечне, и он, ну, снайпером работал, то есть он людей убивал, у него там было много людей, которых он убил, вот, и он, значит, знаете, говорит в какой-то момент, что, слушай, да мне ее, знаешь, вот, честно, я так сильно боюсь к ней подходить, что мне было бы проще завалить. Понимаете, дело в том, что тут какой момент интересный, вот люди, которые прокачаны по страхам, да, прям серьезные люди, которые серьезно прокачаны по страхам, даже из тех людей, которые воевали, служили там, в горячих точках были и все такое, они прокачаны по страху, который совершенно не связан с женщинами, и те люди, которые думают, что я пойду там служить, воевать и так далее, потом выйду, и у меня не будет страха перед женщинами, они сильно ошибаются, И те люди, которые служили, воевали, которые меня слушают, сейчас и смотрят, они знают прекрасно по себе, вот, знают, понимают то, о чем я говорю. Страх совершенно другого уровня, и его, где бы ты и как бы ты не прокачивался, единственный вариант его прокачать, это непосредственно с женщинами. То есть ты можешь прокачиваться как угодно, ты можешь получать уверенность в себе, там, ходя на тренировки, там, по боям без правил, по боксу, засовывать тебя в горячие точки и так далее. Но страх перед женским отказом, женским негативом, женским недовольством, недовольством и негативной оценкой той самой девочки, которая тебе нравится, это самый страшный страх для мужчины. И мужчина очень сильно заморачивается на этот счет, потому что это идет очень глубокая вещь, это идет еще от мамы, то есть мы хотим нравиться маме. Мы маленькие еще, когда, да, там, мы еще к сисю сосем, да, мы уже хотим нравиться маме, мама нас гладит, она берет нас за затылочек, вот, и мама, значит, нас приручает, потому что, если мы будем себя хорошо вести, она будет ласково и давать свою любовь, а если мы будем себя плохо вести, то тогда она будет говорить ай-яй-яй и просто не давать любви и все. И мы становимся зависимы от этого, мы не хотим расстраивать маму. И потом вот этот ресурс и это управление над нами, да, получает какая-то девочка, и эта девочка начинает нами кукловодить, нами, значит, управлять, да, за счет ласки и любви. Самая мощная вещь, на самом деле, по подсадке мужчины, то есть мужчину просто надо любить, и все, и он становится управляем тобой, потому что, если ты его по-настоящему любишь, ему становится интересно, что ты там о нем думаешь и так далее. Если ты значимый, еще важный момент, что ты высокую значимость должна иметь, потому что можно просто мужчину любить, но ему на тебя наплевать, допустим, да. Вот завысила значимость свою очень сильно, для него очень значимая стала, и тогда он начинает обращать внимание на все это, ему становится важно твое мнение, и все это, как бы, вот такой вот стопроцентный вариант доминирования женского, через ласку и любовь. Про женский негатив в точку, да. Так.